Климат этим летом явно понервничал. Аномальная жара, следом штормы, ливни, наводнения и так по кругу. Эксперт утверждает, что это ненормальное явление для Земли. С чем связаны периоды аномальной жары и что ждет человечество ближайшие 10 лет? Нервозность климата. Так называют нынешние явления в природе эксперт Казанского университета. Это и засухи, и изменения режима осадков, то есть месячная норма осадков может выпасть за один день. Также растет и концентрация парниковых газов. Помимо антропогенного фактора, который человечество может на него влиять, есть также естественный фактор, на который влиять человечество в настоящее время не может, но мы можем адаптироваться. Говоря о глобальном потеплении климата, нельзя говорить только в негативном ключе. Для нашей страны есть несомненные плюсы. Например, в России увеличивается период, когда не нужно отапливать помещение, но тут же есть и негативные последствия. Растут траты на кондиционирование. Возвращаясь к проблеме выброса парниковых газов, стоит отметить, что сейчас эксперты работают над минимизацией их количества. Повсеместно сейчас вводятся зеленые технологии. Это действительно выход. Кроме того, энергетика нашей страны во многом не альтернативная. И сейчас существует стратегия переоборудования энергетического сектора и все больше введения альтернативной энергетики. Тот же проект карбоновых полигонов, который реализуется Казанским федеральным университетом, направлен в том числе и на выявление потенциала ветроэнергетики и гелиоэнергетики для нашей республики. Действительно, за последние 10 лет на Земле ускоряются темпы потепления климата, поэтому существует Парижское соглашение, которое направлено на сдерживание темпов потепления. В соглашении фигурирует значение в полтора градуса, которое важно не преодолеть к 2100 году. Но так или иначе, ближайшая декада ожидается в пределах климатической нормы, и предстоящие 10 суток по средним показателям обещают быть с температурой около плюс 21 градуса. Энджимин Небаева, Фарид Захитоглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова